Ралли-радио Прямо из-под колес Нашего диалога с нашим гостем У нас сегодня в студии Евгений Червоненко Это и чемпион Союза И чемпион Украины И человек, который на протяжении 7 лет, если я не ошибаюсь Возглавлял Автомобильную Федерацию Украины Ну, собственно, это человек Который много отдал сил И здоровья Автомобильному спорту И, собственно, со здоровья я бы хотел бы И начать наш диалог Евгений Альфредович Насколько нам известно У Вас в прошлом году Была проблема со сердцем Как сейчас Ваше здоровье? Как прошло лечение? Расскажите в двух словах буквально Что можете рассказать? Добрый день Я могу, как всегда, открыто рассказать все Это, как говорится, не гонорея Стесняться нечего Бывает со всеми Во время ралли Сливен Которая грустная Для всех украинских гонщиков Оказалось, что у меня Действительно инфаркт Произошел Это потом врачи сказали Я жаловался Саше Что мне сводит шею и челюсть Но поборол это Укололся вольтереном После гонки Ничего сразу не показало Потом врачи пришли к диагнозу Что это был обширный инфаркт Я чудом остался жив Но, тем не менее Проехал после этого Ялту Трембиту И мы досрочно на Ялте Стали, кроме всего, чемпионами Кубка Европы Первыми из украинских Или казахских Тем более спортсменов Из постсоветских Ситуация была не очень 24 декабря В Израиле Нобелевский лауреат В области медицины Делал мне операцию По новому методу Потому что при таком инфаркте Мне бы в Европе Разрезали всего И о спорте бы я забыл навсегда Но он ввел стенирование Это новая технология Операция прошла успешно И вот неделю назад В Москве В специальном центре сердца Имени академика Бакулева Я прошел обследование Боюсь влазить Пока противопоказаний нет Я, к сожалению, не бросил курить Хотя обещал себе Но готовлюсь к сезону Но май Если мы Все-таки решим Сашей То наши планы Это прежде всего Чемпионат Украины И Кубок Европы Или как он теперь называется Трофей Европы Скажите Вот вы уже упомянули О том, что выступали В прошлом сезоне По казахской лицензии Как будет в этом сезоне Это вопрос На данный момент Переберем, мне кажется Дополнительную Такую подоплеку политическую Все мы знаем, что Казахстан Все-таки признал Правомощность действий России Которые в Украине Все единодушно расценивают Негативно И не будет ли сейчас Как вы планируете выступать По казахской лицензии Или все-таки по украинской И если по казахской То Насколько это На ваш взгляд Будет Корректно С точки зрения Патриотизма Меня Я делю мир На патриотов И лжепатриотов Вот Патриотом я считаю себя Потому что Вся моя биография И поступки Говорили о патриотизме Можем говорить долго Неинтересно Могу сказать только одно Что еще Я один из лидеров Из четырех людей Кто делал оранжевую революцию Еще шла революция Я уже договаривался В Москве Что первый визит Будущего президента Тогда Ющенко Будет в Москву Все имеет две стороны Во-первых Даже украинская сборная Во время агрессии Продолжала выступать На Олимпиаде Украинские футбольные клубы Выступают в Крыму Можно привести Тысячу примеров Безусловно Мы бы не выступали За Казахстан Тем более Я хочу всех расстроить Казахстан не финансировал У нас в прошлый год Финансировала компания Джерманенко Рейтинг Исключительно И вы понимаете Что такое бюджет Кубка Европы Для машины Супер 2000 или Р5 Вопрос стоит Следующим образом То оскорбление Которое мы с Сашей Испытывали от комитета ралли Мы его высказали И ушли выступать За страну другую В Казахстане Мы пользуемся Уважением Авторитетом Плюс я в Казахстане Веду достаточно большой бизнес И лучшие рекламы Или оправдания Потрачены мною деньгам Чем-то Пиар За который меня ругают Или реклама Нашего экипажа Для меня нет У меня есть Эта поддержка На государственном уровне Меня знают Там не только Как министра И бизнесмена А как еще Известного спортсмена Нельзя дергаться В этой жизни И мы будем Если будем выступать Будем выступать За Казахстан Единственное Который Вел в демократию В автомобильной федерации Я был демократом И это спорить Никто не мог Который со всеми Вступал в тяжелые дискуссии Который сделал То чего Многие не делали Не хочу перечислять Может хорошее Может плохое Но по крайней мере Появилось Появилось спонсорство Люди стали ездить Вы помните Те выборы Меня оскорбил Не младший Янукович И его команда Меня оскорбили Те Кого я многим Помогал Спасал жизнь Помогал материально Решал больницы Вытягивал из тюрем Они меня оскорбили Вот этим Своим предательством И отношением Претензии Я не знаю Какая претензия Я требовал Единственное одного Я требовал Прозрачности В финансах Я не понял Почему все деньги Федерации На депозитах У Горбани И поведение Калмыш Вот и все Весь конфликт Я понял Суть Что подтолкнуло Вас Грубо говоря Брать не украинскую Лицензию А лицензию Другой страны Сколько это принципиально Именно с казахами Ехать Пример с олимпиадой Не совсем корректен Потому что наши Выступали Да в России Но они все таки Выступали под нашими Знаменами И представляли Нашу страну Почему например Не взять лицензию В Польше Где-то в Европе Если это настолько Принципиально Вы хотите В знак протеста Грубо говоря Не брать украинскую лицензию Я назвал Я назвал по моему Причины У меня много Проектов И несмотря на то Я всегда Вы знаете Кроме криков О патриотизме И войны Ищу еще То что называется Хотим мы того Или не хотим И Россия И Казахстан Останутся нашими Партнерами Если мы закроем Партнерство с ними Волевым решением Мы сделаем Плохо Только себе Вот в Казахстане Меня слышат Во многих Глобальных Транзитных Логистических Экономических Проектах Вот мой проект Сегодня Который должен был Стартовать 7 марта Заключается Автомобилисты поймут Есть путь контейнера Пароходом 45 суток Из Китая В Европу А есть путь Который называется Шелковый путь О нем много говорили Но никто не мог сделать Суть заключается Что Моя компания Орлан Приобрела Специальные платформы На которые Заезжает целиком Автопоезд Трак Грузовой В котором Объеме Больше чем Контейнеры И со скоростью 1100 км В сутки Из нашего терминала В Европе Едет До Алматы И Китайской Границы Такую скорость Не может развить 1100 км Ни один трак Плюс Занос И плохая погода Это по сути Новый шелковый путь Как вы понимаете Без Казахстана И России Этот проект Не мысли Так что Давай мы скажем Что мы бедные Но гордые И откажемся От сотрудничества Поверьте Убедите Казахов И особенно Россию Российскую Федерацию Несмотря на конфликт Пойти на этот проект Было тяжело Все войны Рано или поздно Заканчиваются И дураки Тех Кто Во время войны Не готовятся К миру Мое служение Стране Это здоровый Прагматизм Патриотизм Патриотизм Это когда Нас наказывают И не принимают Решений Меня рвало На части Когда сдавали Крым Но Моих услуг Тогда не потребовалось Могу одно сказать Вот у меня Много орденов Но есть один орден За заслуги Перед Украиной Первой степени Я его получил За бескромный Майдан 2004 года Я им буду гордиться Потому что У нас все На диванах судят А делать Поверьте Было очень трудно Предпосылок Выстрелить Когда куча Вооруженных людей Была тогда С обоих сторон Было легко Когда вооружена Более тысячи людей Это очень опасно Что кто-то Нажмет курок И были и снайпера И было и все Но Нам удалось Тогда Найти диалог Что не раздалось Ни одного выстрела К сожалению Сейчас Это произошло Я не хочу Вдаваться в подробности Мне Я думаю Я как и все Автогонщики Автомобилисты Скорблю за небесной сотней Мне глубоко больно Что ни один Подготовленный Боец Типа правосектора Или самообороны Почему-то в этом не участвовал А вот этих людей Которые на своем духе На идее Пошли как пушечное мясо Под снайперов И кто этим командовал Это очень больной вопрос Я думаю История даст ответ Так что Совестью Не надо Я служу Украине И Саша служит Украине Мы украинские гонщики Легионеры Которые согласно правилу Если поедут Если позволят Мое здоровье То будут Прежде всего Я считаю Наш патриотизм Будет в том Что мы Поменяли все планы И прежде всего Будем ехать Чемпионат Украины На той же технике Как и была В прошлом сезоне Или пока Жизнь покажет Ну да Сейчас трудно строить планы И все-таки Давайте попробуем У нас был практически Куплен новый Пежо 208 Т16 Но вмешалось Мое сердце Хорошо Давайте все-таки Попробуем Немножко Буквально Заглянуть в будущее Очень беспокоит вопрос Который вы подняли В своем официальном Обращении Открытом По поводу Ялта Рали Мы все прекрасно Понимаем Сколько сил Здоровья И денег Безусловно Вы вложили В этот проект Но сейчас Явно этот проект Под угрозой У вас же В обращении Речь идет о том Чтобы провести Этап Совместно С Россией Насколько Этот шаг Предположим Что ситуация Будет такая же Как сегодня Насколько этот шаг Будет уместен Как на ваш взгляд Начну с конца Ситуация такая Как сегодня Долго Продолжаться Не может Это поверьте мне Как специалисту В области безопасности И политику И министру Несколько раз Пять раз Что касается Правовой ситуации Феодолу Разъяснение следующее Ялта является Украинским этапом Кубка Европы И чемпионатом Украины Порали Наши футболисты Ездят Играют Там В принципе Это возможно Со стороны России Есть поддержка О том Что Я провел На самом верху Используя Свои политические связи Переговоры И объяснив Что Любая война Закончится Миром Пока Украинские флаги Срывают Но Без украинского флага Я ялтурали проводить Не буду Ни при каких условиях Вот это тезис Первый Второй Эта гонка Исторически Называлась Кубок президентов Идея Совместного этапа Возникла у меня И Кирьянова Еще до событий Еще в начале осени И мы были Во многих кабинетах В Москве И использовалась Она Как совместный Этап Чемпионата Украины И России Идея была Следующая Не надо В Крыму Вести себя С помощью этих Как Байкеров И этого хирурга Это кубок президентов Давайте сделаем Совместно Пусть президенты России Украины И других стран Казахстана Приедут И будет нормальный Диалог Кто хочет В принципе Моя идея Это возродить Сделать Неофициальный Асфальтный чемпионат Советского Союза Я там выступал Как член сборной СССР На этой трассе Еще в давние времена Когда был Союз Вот я хочу Сделать Такой Этап Никакого Непатриотизма Не будет Но это звучит заманчиво Только в том случае Если откатываемся на осень А сейчас там оккупанты Вопросов есть ли Миллион А вдруг будет введен Принят закон Парламентом Об оккупированной территории Ну тогда вообще Не о чем говорить Ну вы понимаете В вопросе Крыма Это настолько Будет сейчас Уязвимая точка Как для россиян Так и для украинцев И где будет каждый день Вскрываться что-то новое К примеру Вопросы собственности Украинцев И в том числе Инвестиции В том числе И мои инвестиции В Крым Пока есть один Очень трудный вопрос Это страхование Территория Не признанная Многими странами Будут ли действовать Спортивные страховки На технику И на гонщика Я не отбрасываю идею И не рвусь вперед Но я продолжаю Методично работать Погубить Сославшись на обстоятельства Всегда легче Чем преодолеть Эти обстоятельства Скажите Вот вы Неоднократно В прошлые годы Упоминали о том Что у вас есть На эту гонку Все там Юридические Все Интеллектуальные права Да Если предположить Вот такое развитие событий Что мы и сами там Не можем ничего провести Да А россияне вдруг Захотят Прибрать этот Лакомый кусочек Себе Есть ли у вас Рычаги Для того чтобы Запретить им Это соревнование Например там через Международную федерацию Там через авторитет ФИА Рычаги Через ФИА И английское право Есть Но Есть Уловки Которые безусловно Раф Российская федерация Если захочет Она это Назовет Как угодно Изменит Церемонию И так далее Я же не имею Монополии На все гонки В Ялте Понимаете Есть Запатентован И защищен Формат И так далее Кубок И так далее Но я Всегда понимаю Что прежде чем Драться А драться я умею Хорошо Нужно вначале Попробовать договориться Что выиграет Украина Украинские гонщики Или российские От того что Ялты не будет У россиян нет Вообще Асфальтного этапа И они об этом Говорят У нас нет Я считаю Что Когда нибудь Я не называю сроков Мы заставим Уважать Россиян Себя Как украинца Вы поверьте Моему опыту Политическому Это будет Достаточно быстро Надо просто Не брать взяток На газе И на так далее Понимаете Не делать коррупции Когда ты ведешь Себя достойно То с тобой Разговаривают Тоже достойно Даже бандиты С тобой разговаривают Достойно Если ты не боишься А страны Будут вынуждены Договориться Тем более идет Огромное Международное давление Я был в Москве Поверьте мне Что при всем том Что внешне Многие зазомбированы И вынуждены В силу обстоятельств Поддерживать Официальную линию Все уже каждый день Понимают проблемы Все каждый день Понимают трудности И я убивал всех При всей Этой геббельсовской Зомбированности Одним вопросом Вы говорите Братья Вы понимаете Суть фразы Немцы Защищают Украину От России Вот вдумайтесь И получите ответ Они все понимают И поверьте То что из России Сейчас идет Такой отток капиталов То что кредиты Стали проблемой То что заморожены Огромные инвестиционные Программы Я считаю Всегда Вот Знаете Все всегда Критиковали Ялтурали Давали Советы Что он делает Салюты За десятки тысяч Я всем говорю Сойди с дивана Поими деньги Если они у тебя есть Иди сделай Если нет денег Не говори Вот такая моя философия Она соответствует Деньги живут отдельно И люди живут отдельно Я считаю Что Украина не получит Плюсов Если мы не научимся Будем отрицать Всякое Сотрудничество С Россией Я подчеркиваю Мы Идет война Сегодня идет война Но мы уже обязаны Готовиться к миру И быть сильными И достойными Ну я бы Лучше готовился К миру Там не знаю С поляками С прибалтами Ну просто Я не знаю Смогут ли Те же спортсмены Смогут ли Те же болельщики Все таки простить Да И вот Дальше Вести Настолько же Теплом уровне Взаимоотношения Как это было До событий Вы знаете Есть такая Песня Я ее пою Поэтому припев Понять всегда Труднее чем простить Немцев мы простили Скажите Ну да Евреи Заставили немцев Уплатить 10 миллиардов долларов За Холокост Я считаю Что в достойном диалоге Мы сможем Когда-то С помощью международного Сообщества Вернуть и Крым Или ввести его В совместное управление Потому что Для России Это Я не хочу Тратить время Это Дикий геморрой Как и для крымчан Мы можем Часами сейчас Говорить Я слишком хорошо Знаю этот предмет К примеру Вы прекрасно понимаете Что если нам Перекрывают газ То одним рубильником По сути Или тремя рубильниками Для Крыма Перекрывается Водоснабжение Электроэнергия Ну да Но это не наша тематика Это не наша тема Я всегда считаю Что Плохой мир Он все равно Лучше Хорошей войны Ну тем более Кстати Скажите А вот что изменилось Вы что Вот мы на войне Вы пойдете Плюните людям С которым Прожили жизнь Ну приедут Те же русские гонщики Которые были у нас На чемпионате Со многими я дружу Мне что им сказать Что Они что виноваты Что Кто-то в высшем руководстве Принял Решение об агрессии Ну кстати Вот для того Чтобы подвести черту Именно под этой тематикой Мы уже сейчас Имеем много примеров Того Как украинцы И россияне На международных аренах Выступают вместе Вот сейчас идет Этап Кубка мира Абудаби И там Вадим Притуляк Наш украинский Известный Матагон Руководит командой Под знаменами Которые выступают Россияне У нас был Совсем недавний Пример Когда Василий въехал С Евтеховым Тоже россияне Украинцы То есть в принципе Сейчас Дружба Украины России На автомобильных дорожках Она продолжается Давайте покажем Пример политики Это правда А так У Некрасова Будет один виноватый Червоненко Что выступает за Казахстан Ну Сейчас кстати На том же Абудаби челленджи Едет наш Дима Цыра Едет с Андреем Чередниковым С Казахом В принципе Дима Цыра Кстати едет за Казахстан За Казахстан Да Ну собственно Там да Там другая совсем Пусть нас расстреляют Трех предателей Не передергивайте Если это самая большая проблема Дальше Давайте еще к одной проблеме Вернемся Вы ее тоже поднимали В своем официальном обращении Открытом Тема награждения Я понимаю Что это беспроверечная тема Действительно Трудно найти спортсмена Который бы отказался От проведения такого мероприятия Это действительно Ну хороший праздник Но насколько он сейчас Вот именно Всю секунду Всю минуту Уместен Вот я неоднократно Слышал мнение о том Что да Есть люди Которые говорят Нужно Но есть люди И те Которые говорят Сейчас Чтобы это не расценили Как балл Во время чумы Все-таки найдется Ну по-любому найдется Тот Кто это Перекрутит Перековеркает Мы все знаем Как сейчас Работает пропаганда И как Старые Старая формация Пытается Очернить Все новое Что мы сейчас Пытаемся сделать Есть Все-таки Мне кажется Есть риск того Что Хорошее начинание Будет Потом иметь Плохие последствия Все-таки Насколько Вы уверены В том Что это Целесообразно Провести Это награждение Сейчас Если я что-то Делаю Я всегда В этом уверен Иначе Не добьешься Результата У нас Несчастная страна Потому что Судей Повторяю Особенно Из диванной партии Ничего не делающих И часто Никогда не сидевших В профессиональной Гоночной машине Намного больше Чем Те Кто хочет Что-то сделать Вы говорите О моей выгоде Я по-моему Четко Все написал В обращении Третьим тезисом Звучало Или вторым Хотя ко мне Обращаются Многие Что вот Справедливо Будет Так как Тогда конференция Произошла Под милицией Вас по-моему Не пустили Журналистов И гонщиков Возвращайтесь Президент Я официально Еще раз Повторяю При любых Ситуациях Я больше не буду Президентом Автомобильной Федерации Украины Причины Не хочу Раскрывать У меня есть Внутренняя гордость И обида Именно По одной причине Я не хочу Пойти на этот Пост Чтобы тратить Деньги Это ничего Кроме Траты Своих денег Не добавят Общественно Как бы меня Не пытались Задавить Я остаюсь Тем Кто я есть И ассоциируюсь С автоспортом В Украине Хотя честно Хочу перейти И организовать Команду По бобслею Вот я с принцем Бонако Договорился Может мне Федерация Поможет Сделаю Украинскую Олимпийскую Сборную По бобслею Там Пилот нужен Сашу Заберу туда Неожиданно Смотрите По награждению Мне Никаких баллов Балл у меня Один Минус Бухгалтерии И я знаю Что все равно Никто По украинской Привычке Не скажет Спасибо Потому что Водка Будет Недостаточно Крутая Бутерброды Будут С красной А не черной Икрой А может И вообще Потому что Тысяча Людей Но есть Понятие Я прожил Свою жизнь Не на словах Как некоторые Писатели А в спорте Реально С 20-летним Перерывом Но я собираюсь Все равно Ехать У Профессиональным Спорте И я Убога Пытаюсь Своей жизнью И поступками Купить Защиту Просто Сказать Я нормальный Бог Пощади Меня Мне это Нужно Даже не Для меня Мы в этом Году В прошлом Году Чемпионы Кубка Европы Вторые В Украине Обидно Конечно И третий В чемпионате Болгарии Вы бы Видели Как нас Чествовали В Болгарии Много больше Чем получаем Отдачу Отдача У нас Одна Побороть Свой страх Сядя В гоночную Машину И бороться И те люди Которые Боролись И добились Результатов Обязаны Быть награждены В стране Не траур В стране Не идет Война В стране Нету Чрезвычайной Ситуации Тем более Я удар Беру Даже Если кто-то Чего-то Боится Это право Федерации Почему-то Олимпийские Виды Не олимпийские Определили И провели Церемонии Награждения Лучших Спортсменов Честваний Мы не берем Деньги У бюджета И даже Не беру Я деньги У федерации Я хочу Устроить Всем праздник Чтобы мы Встретились И посмотрели Друг другу В глаза И сказали Как будем Жить дальше Будем ли Ехать Чемпионаты Потому что Когда соберутся Все И потом Мы даже После этого Награждения По интересам Группами Ну топ Пятерка Десятка Ролистов Как всегда Пойдет В один ресторан Кольцевики В другой Мы решим Они Какие-то Клерки Которыми Нас Запугивали И это Решали за нас Нашу судьбу И не один Менеджер К примеру В ралли У Горбаня Может быть Одно мнение А у профессионалов У гонщиков Может быть Другое Мы вместе Все Придем К мнению И поговорим Будет Я считаю Высшая Поддержка Страны И всех Граждан Что мы Выйдем На старт И на трасс Ну хорошо Но может быть Для того Чтобы собраться Пообщаться Не обязательно Передавать Этому Мероприятию Статус Мне 54 года А почему Я не должен Получить Свою Серебряную Медаль Хорошо У меня вопрос Сформулирую Почему чемпионы Не могут Получить Да могут И я думаю Получили бы Заплодинированный Во феврале Срок Если бы Не начались Все кровавые события Уже все Уже 40 дней Прошло Ну тем не менее В сердцах У нас все равно Тревога Люди сейчас Думают о том Что будут Кушать завтра А спортсмены Думают о том Почему Отменяют соревнования Если у вас Тревога У меня есть Блад Володя Я вас устрою В любой вид войск Хотите в спецназ У меня крюки там Пошли Отличное предложение Не надо рассказывать О тревоге И о том И ничего не делать Показать всему миру И прежде всего Украине Что мы храбрые Что ничего не происходит Мы достойная страна Нас не признают Не признают правительство Хотят нас разорвать на части А мы покажем Что будут гонщики Из Донецка Харькова Луганска И Крыма И наш ответ Что мы вас просто Не замечаем С вашими сепаратистами И глупостями Хорошо Так может быть Все таки более эффективно Сделать спортсменам Праздник В том смысле Что сейчас Я думаю Что на данный момент Для любого спортсмена Праздник Это расчехлить свой автомобиль И выйти на трассу И соревноваться Это все четко Выкладывается В вашу концепцию Но не за столом А за торжественным А на трассе Сколько видов спорта у нас Сколько дисциплин Ну Много Пальца в одной руке Маленьких картингистов Забирать счастье Быть награжденным В присутствии Так то и дело Что может быть Для них сейчас счастье Выйти на соревнования И может быть Если у вас есть такая возможность Это независимые события Я не буду финансировать Все соревнования И не собираюсь Выбрать одно Два Три Самых маленьких Я хочу Как всегда Но это тоже праздник Согласитесь Слушайте Я не устраивал Награждения В дворце Украина С длинноногими моделями Но На моих награждениях Был я первым замом мэра Или не был Всегда стоял Почетный караул И я сделаю все Чтобы почетный караул стоял Мы выбрали С Сергеем Масачем Зал Которого автогонщики Не видели никогда в жизни Представьте Несколько тысяч метров Закрытого помещения Где каждая стена Вокруг тебя Является проектором Такой красоты Я не знаю Даже участвую Во всех награждениях В том числе и ФИА Почему у нас судят Почему если мы пригласим Наоборот Все масс-медиа И скажем Да В это время Мы Проводим награждения И говорим Мы гонщики Независимой Украины Даже если выступаем За другие страны Мы здесь выросли Это наша страна И мы будем ехать Украинский чемпионат На зло всем обстоятельствам Политическим Экономическим На зло тому Что кто-то Кто ничего не делает И даже не хочет на фронт Что-то говорить Как можно в такое время Нельзя в такое время Иди добровольцем Но не суди Не хотите Значит Уже награждение Перенесли на 30 апреля Значит его не будет Но кто от этого выиграет Я не знаю Ну Время нас рассудит Выиграем мы Или проиграем Что касается добровольцев Да Там вы говорите Бери в спецназ Ну В общем-то Я думаю Тут должен быть порядок Не должно быть хаоса У нас есть у всех Приписка И мне уже с военкомата Да Тоже была связь Так что при необходимости Поверьте Мы все Будем там Где наше место Понимаете Меня волнует больше Недавно Один из функционеров Федерации Известной Мне долго объяснял Что мы без Виктора Викторовича И того президиума Шага Ступить не можем Я говорю Так что Майдан собирать Мы общественная организация Я считаю Сегодня Что нужно Всем собраться На награждение Решить Что Осачий Хочет И это нейтральная фигура И пусть идет До выборов И назначить Когда в конце года Вот конференцию Надо проводить Когда мы поймем На каком мы свете Есть ли у нас Крым Или можем мы Прорвусь я в Крым Или не прорвусь Это никто за меня Делать не будет Я считаю Что потерять Это всегда Легче чем найти Вот тогда Проведем конференцию И пусть выберут Кого захотят президентом Повторяю Чтоб никто не искал Моего Глубоко запрятанного Еврейского смысла Я не собираюсь И мне не интересно Быть президентом Сейчас она прозвучала публично И тут уже слово не воробие Но полетело Все теперь об этом знают Нет У нас многие политики говорят Не собираюсь А потом идут в президенты Есть такие примеры Я не Хорошо Я не интересно Давайте отвлечемся От Украины Ну наше издание Про формулу Оно все таки Изначально Специализировалось В большей степени На формуле 1 И у нас все таки Большая аудитория Это формульная И вот когда начались Опять таки Да мы возвращаемся К этим событиям К оккупациям Когда начались Эти все неприятности Очень многие болельщики Озвучивали версию О том Чтобы по возможности Как-то может быть Ну запретить что ли Отобрать у России Право проведения Этапа формулы 1 Но это как один из вариантов Давления на страну И очень часто К нам тоже приходили И письма И в социальных сетях Зная о том Что все таки Волей-неволей Мы пересекаемся По автомобильной тематике По автоспортивной То была Прямо просьба Обратитесь к Евгению Арфредовичу Он знает Федерации ФИА там И того же Анатода Чтобы повлияли И отобрали этот этап Насколько Вот на ваш взгляд Как человека Который все таки Ну хорошо знает Эту тематику Насколько это будет Эффективно Нужно ли И вообще Какая ваша точка зрения На этот счет Я могу сказать Что первая формула Мне стоила 1600 долларов Ну трансляция Трансляция Плюс переговоры Поездки Общение Я хорошо знаю И Жанна Тотта И хорошо знаю Господина Эклс Тол Первая формула Наиболее успешный Проект Финансовый В автоспорте Деньги Я часто повторяю Чего не любили Меня слышать Федерации Может мы бы жили Богаче и успешнее Люди живут отдельно И деньги живут отдельно Как вы думаете Почему Европа Вот так медленно И осторожно Вводит санкции По отношению К России Ведь жесткие санкции Могли бы поставить Россию на колени Буквально в течение Просто обрезать Долларовое И в евро Расчеты И корреспондентские счета Вы даже не понимаете Какой удар Карта виза Даже по одному банку Связанному со всеми Но Бизнес И мировая экономика Сегодня Это взаимная Заинтересованность И глубокая пронизанность Федерации Такие Я советовался И с господинами Суркисами И с другими И знаю Атмосферу ФИА К сожалению Что ФИФА Что ВУЕФА Что ФИА Это глубоко Организации Ну Негласно Зависящие От денег И от телетрансляций Декларируя Официально Политическое Невмешательство И незангажированность Они никогда Не откажутся Сегодня Кроме Но если действительно Произойдет Агрессия На материковой Части Возможно Если Мировые Организации Как ООН Там Или просто Будет Мнение Из одной Соглавных Стран Никогда Не будут Нарушены Эти контракты Эти Первая формула Этап Это очень Дорогое удовольствие И вы видите Началась Агрессия Олимпиаду Паралимпийские Игры Не остановили Я не верю В то Что Отнимут И у России Заберут Полностью Лицензию Вот если Вот Проиллюстрировать Это может Лучше всего Пример Реакции УЕФА И ФИФА На то Что Таврия И Севастополь По футболу Должны были Играть В русском Чемпионате Мне сказали Тогда будут Дисквалифицированы От европейских Кубков Все Команды И это Быстро Отрезвило Все головы Я не хочу Раскрывать Все карты Но то Что в Украине Есть Самый известный Восточной Европе Нравится это Кому-то Или нет Этап Кубка Европы Мы бы Скажу больше Мы бы получили Коэффициент 4 Такая договоренность Была Со всем Комитетом Ралли И с Жаном Тоттом Лично Во время Награждения К сожалению Я бился Головой Об стену Наша дирекция Не отправила Соответствующих Бумаг И у нас остался В новой Классификации Коэффициент 3 Это не 10 Но и не 20 И Вот Какое отношение ФИА будет В случае Запрета Или Любых ситуаций Во время Проведения Ялты Если она будет Мы будем Говорить По мере Будем решать Проблемы По мере Возникновения Одно Я могу Сказать Всем Автоспортсменам И автолюбителям У меня 20 лет Госвыслуги Я чиновник Первого ранга Первой категории Это высшие Не буду Говорить Как они Любят Слышать О наградах Но Скажу Одно Без Я закинул Сейчас пробный Шар Хочу увидеть Реакцию Мне важнее Всего Если все Удастся Хватит ли Мужества У нас Всех Украинцев Несмотря Ни на что Поехать С гордо Поднятыми Головами С украинскими Флагами И выиграть Если мы Поедем Саша И Бог Даст То Как победители Прошлогоднего То Поедем Как Казахи Но Украинцы Поверьте Мы сумеем Пропиариться Так что Все Поймут Правильным Образом Патриотичным Очень Не хочется Чтобы Алия На набережной Ялты Перестала Существовать Давайте Все таки Надеяться На лучшее Я думаю Что все так и будет Нашими совместными Усилиями Мы переживем Эту неприятную ситуацию Я еще думаю При жизни У меня есть мысль Что Крым Может вернуться Мировая политика Вещь На этом я предлагаю На этой оптимистичной ноте Я хочу Пользуясь случаем Передать привет Всем Кто меня слышит Можете любить Не любить меня Я знаю одно Что люблю автоспорт И вас Желаю всем Прежде всего Здоровья И быть оптимистами Самое главное Это нам провести Чемпионаты В своих дисциплинах Удачи Спасибо всем Кто был с нами С нами в эфире Был Евгений Червоненко До встречи На наших волнах Следите за нашими анонсами Оставайтесь с нами Это Ралли радио Это радио про формула Мы работаем для вас Ралли радио Ваш штурман На лучших Раллиных соревнованиях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова